Всем доброе утро, доброго дня. Я не знаю, в какое время вы будете смотреть это видео, но в общем-то я так или иначе желаю вам прекрасного настроения. Сегодня вся моя группа, ну большую часть ее по крайней мере точно, поехала в Няполь, а я решила, что мне очень хочется построить свой личный персональный маршрут. Это к вопросу о том, что в автобусных турах все запрещают. Все да не все. Вот я хочу сегодня погулять по этому городу и возможно даже у меня получится сегодня наехать до морюшка. Даже Италия там бывает с четырьмя морями, а я еще ни одного не видела. Поэтому сегодня очень такой насыщенный плодотворный день. Если вам интересно, не забудьте поставить лайк, сердечко, подписаться и продолжайте смотреть это видео. В общем, это вокзал, который... и еще и шоу-рум. Тут в общем есть все. Сейчас нашла человека, который подсказал, где можно найти кассы для того, чтобы купить билет. Потому что пока, честно, пока не очень понятно. Слушайте, я сейчас покупаю билет, тут не разобраться. Тут огромное количество этих машин, которые от меня что-то хотят. Мне сказали, у вас типа есть билет, сейчас мне еще должны, по идее, дать сдачу. Билет стоит 2,40. А, нет, билет стоит 2,60, 2,40 это сдача. И оказалось, что не в 12 мой поезд, а он даже будет раньше. 8,57. О, по циклу с удовольствием. Ах, сейчас как заберу все. Моя платформа находится где-то там. Мой поезд будет 8,57. И я должна была просто смотреть не на Тиволи, а должна была смотреть на станцию Авицано. Мой город Тиволи, в котором я иду, находится в части езды от центрального вокзала. А я сейчас покажу, знаете где? Рома-Термини. Станция моя называется Рома-Термини. Вот такой вот билет мне дали. Надеюсь, что сейчас и получится. Надо еще где-то не забыть прокомпостировать билет. Потому что не важно, как мне сказали. Иначе мне штрафешник припишет огроменный. Вот так. Мой поезд находится на 10-й платформе. Но для того, чтобы мне не выписали штраф, порядка 400 евро, мне очень нужно пробить вот этот билет на 12-й платформе. Вот здесь только есть эта такая штучка, типа как, знаете, раньше контроль был. В общем, пробила я сейчас этот билетик. Я надеюсь, что все будет нормально. Вот мальчики тоже со мной бегут. Все бегут, и я бегу. Поезжали. Ой, это очень добавлено. Я надеюсь, что сработало. Спасибо большое. Thank you. Если вы не эти девчонки, я бы, в общем, пропустила свою станцию, потому что здесь есть несколько станций с именем Тиболи. И, в общем, черт не знает, как найти. Здесь в поездах нет никакого расписания, поэтому это было, на самом деле, но не так легко. Но зато сейчас я приехала, всего лишь час я пробыла в дороге, и пойду сейчас смотреть на разные поющие фонтаны, церкви, кастлы, замки и прочую вот эту историю. Но вот это солнце. Первое место, которое я решила посетить здесь, в городе Тиболи, это вилла Деста. Я нашла информацию о ней в интернете, плюс девочки мне посоветовали уже в здании ЖД вокзала, поэтому прямо сейчас с вами отправляемся оттуда, в вилла Деста, Пройдя по нескольким залам, мне удалось выяснить, что это, опять же, все в плане договора и так далее, роспись стен выполнена руками. Это старинная, просто ручная работа. Очень красивый стены, очень красивая роспись, потолки. Ну, в общем, пропитанные истории, абсолютно все каждый, квадратный сантиметр. Ну и, наверное, больше всего мне понравилась эта композиция, салон, 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 салон. И вот флаг выпален уже в форме мозаики. Мне кажется, на самом деле, мы именно ценители картины и так далее, они, конечно, приходят сюда, но я, наверное, являюсь больше ценителем эмоций, поэтому я хочу выйти сейчас на балкончик и подышать этим воздухом, показать вам всю эту красоту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это самый большой фонтан, который я когда-либо видела Я сейчас стояла и где-то минут на пять вообще заливла просто от невероятной красоты, от шума, от звука воды И слов нет Сейчас в наушниках слушаю музыку из Диснея, из самых лучших мультфильмов И чувствую себя как будто я принцесса И это мой королевский замок И кстати, если говорить о том, какая же я все-таки принцесса Я принцесса Ариэль Я русалочка Ну в общем, чтобы вы понимали, я так и не дождалась фонтанов Я там простояла полчаса Я сначала думала, что он будет в 12 Потом, как оказалось, фонтаны Начнут свою работу только в 12.30 У них промежуток между фонтанами 2 часа Я решила не ждать, потому что здесь, конечно, каждая секунда она по-своему драгоценна И я отправляюсь дальше Вот буквально две сними назад Доносился колокольный звон Ну, вот уже по церкви Вот поэтому Ну, я говорила вам о том, что есть очень много плюсов путешествия в низкий сезон Но есть также и минусы в этих путешествиях Потому что вилла Григориана, на которую я собиралась попасть Она, к сожалению, будет открыта только 1 марта Пишут, что будут ждать Не знаю, это звучит как Валентина, вернитесь к нам еще 1 марта мы откроемся И дадим вам посмотреть на вот эту всю красоту Только что я вернулась из города Тивали в Рим Единственное, не на тот же вокзал, от которого я отъезжала сегодня с утра А на вокзал Тибуртина Вот, я прибыла на вокзал Тибуртина И сейчас, наверное, до ужина А ужина у меня в 8 часов, и я буду гулять Вот, то уже сделаю до Парина Самые-таки центральные достопримечательности я уже посмотрела Поэтому буду гулять где-то чуть подальше от центра Время уже начало темнеть Я немножко погуляла, устала Поэтому сейчас пойду уже, наверное, в отель Чуть отдохну и буду ждать встречи с девочками Успела тут подружиться с ребятами И что хочу сказать На самом деле город Тибуртина прям небольшой И на достопримечательности, ну, не такой насыщенный, как, возможно, хотелось бы Поэтому там 3 часов мне было более чем достаточно Добиралась я до туда в течение часа туда и часа обратно Причем билет туда мне стоил 2,60, а обратно билет стоил 3 евро Вот, ну, в общем и целом, конечно, могу порекомендовать Съездить, посидеть, посмотреть Вот, и на этом, наверное, буду заканчивать выпуск Из этого прекрасного города Рима Ну, а точнее, из сегодняшней поездки в городе Тивали Не забудьте подписаться на канал Совсем скоро новый выпуск из Флоренции и Венеции